Здравствуйте! Вы смотрите проект «В гости». Сегодня с нами замечательный мастер театральной фотографии Нина Николаевна Алаверт. Здравствуйте, Нина Николаевна. С приездом во Владивосток второй раз видеть вас здесь. Очень приятно. Да, так очень приятно мне, что меня опять пригласили. Я очень рада. Нина Алаверт – фотохудожник, журналист. Родилась в Ленинграде, где с юных лет увлекалась театром и фотографией. Освоив искусство профессиональной съемки, Нина Николаевна работала фотографом в ведущих петербургских театрах. В конце 70-х вместе с семьей эмигрировала в США, где продолжила успешную карьеру театрального фотографа. Особую известность Нине Алаверт принесли съемки звезд мирового балета, таких, как Михаил Барышников, Диана Вишнева, Ульяна Лопаткина и многих других. Я так полагаю, что ехали вы сюда уже с каким-то определенным настроением, да, к открытию выставки. Конечно. Поделитесь, пожалуйста, вот этими эмоциями от повторного визита сюда. Ой, я была очень рада, что меня пригласили. Мне первый раз в Владивосток очень понравилась. У меня такая атмосфера мне приятная, потому что каждый город, он как человек. Ты с ним вступаешь в отношения или нет? Так вот, с Владивостоком я точно вступила в отношения. И я скучала даже по нему и так обрадовалась, что я снова увижу. Я думаю, что Владивосток не менее рад вашему появлению здесь, чем вы. Открытие выставки «Соединяй берега», которая проходит в музее имени Арсеньева, посвящена третьей волне эмиграции, людям так или иначе связанным с культурой, которые оказались по ту сторону океана, которые были вашими друзьями, современниками, знакомыми. Да. Вот выбор тех персоналей, тех портретов, которые представлены на выставке, это было отдано исключительно на вашу волю или была некая концепция, которой вы придерживались? Нет, концепция была одна. Это представители русской культуры в Америке. И вот те, кто смогли реализоваться в Америке, некоторые приехали уже с именем, уже были известны в России, как Аксенов, Ирина Красов. А некоторые создали, смогли реализовать свой талант в Америке, который предоставила всем равные права, как Довлатов. Я выбирала сама. Мне никто не говорил, вот этого привези, этого не привези. Просто есть знаковые персоны, да, как Сергей Довлатов и Усиф Вродский, которые известны самому широкому кругу зрителей. Да. Вот из тех, кто, может быть, менее известен, да, широкой публике, но для вас дорог, вот вы бы кого назвали? Это Зоя Лымарь-Красновская, художница. Она не такая известная, у нее были выставки персональные, но все равно она не такая известная. Также художник Владимир Рыклин. Ну, я очень люблю эту фотографию, он мне ее сам, так сказать, составил как художник в рамке с собакой и всякие краски вокруг. Ну, вообще, он очень хороший художник, но не такой известный. Он очень как-то быстро отошел от всей русской эмиграции. И потом меня просили, чтобы я обязательно привезла балетных, хотя из них единственный настоящий эмигрант – это Александр Минц, тоже менее известный, потому что он не был такой звездой, но он был очень хороший танцовщик. И он действительно приехал в эмиграцию, он ехал как эмигрант очень рано. Он, наверное, был одним из первых моих знакомых, где-то в 1972 году он уехал, но тут такие менее известные. Я знаю, что не только портретами различных личностей, которые представлены на выставке, ограничился ваш вклад в эту выставку, но также вы предоставили личные архивы. И, насколько я знаю, часть из них останется здесь, во Владивостоке в дальнейшем. То есть, я так полагаю, там будут выпуски газеты «Новый американец», наверное, в которой вы совместно с Сергеем Доблатовым работали. Да, да, да. Там был «Новый американец», «Синтаксис» – журнал, который выпускали в Париже, «Синявский» и «Розаново», «Время и мы», и журнал «Эхо» – это парижский журнал, тоже выпускаемый представителями русской эмиграции, но в Париже. А вот если говорить о том, что вас подвигло, в общем-то, собрать этот архив, ведь, мне кажется, когда мы существуем, вот в настоящем времени, ну, редко кто может отдавать себе отчет, что люди, которые его окружают, станут историей, да, событиями, свидетелем которых ты становишься, тоже станут некой историей, которая будет интересной людям. Когда ты живешь в этом моменте, вот как у вас это было? Видите, журналы и газеты я не собирала. Ну, что попадалось мне, что у меня было интересно. Где-то я была напечатана, где-то мои друзья были напечатаны. Журнал, скажем, три экземпляра всего, три номера всего вышла, «Точка зрения», это мы издавали. А вот фотографии – это было другое дело. Я когда приехала, я решила, что раз я держу в руках аппарат, то надо снимать этих представителей русской культуры в Америке. Мы тогда никто не думали, что мы можем вернуться. Да, уезжали в это конец. Да, мы уезжали навсегда. И поэтому я снимала и думала, ну, когда-нибудь это безумие кончится, и культура соединится, и это будет документ. Вот о нашей эмиграции, где очень много представителей именно творческой интеллигенции приехало. И художники, и писатели, и фотографы. Вот тут я снимала сознательно. Ну, не специально, знаете, я не сажала никого, я не в студии, я просто, ну, по ходу разговора. Да, фиксировали какие-то моменты, да? Да, просто, да, вот. Шло заседание редакции «Новоамериканца», или я брала интервью с тем же Некрасовым, или с тем же Аксёновым, ну, и снимала. Вот многие ваши сверстники рассказывают, что вот это поколение эмигрантов, которое в конце 70-х приехало в Нью-Йорк, очень было сплочённым, и все старались держаться друг друга, наверное, и потому, чтобы было проще как-то выжить, да, в новой реальности, и потому, что было очень много общих интересов, и люди искусства добрались до той творческой свободы, к которой они стремились. Да, это было поначалу. Да, как это менялось в течение времени? Это только поначалу. Поначалу действительно, когда все хлынула эта волна, и такая была немножко эйфория. Вот мы и приехали, уехали в эту свободную страну, где мы свободно можем писать, печатать, выставлять. И все в таком приподнятом состоянии ходили друг к другу, на выставки, на встречи, интересовались, кто что делает. Пока так не стали уже более твёрдо стоять на этой земле и больше входить в американскую жизнь. Художники стали искать американские галереи, а поначалу выставляли просто в частных домах. И такие были роскошные выставки, роскошные совершенно. И приходили на эти выставки, на эти встречи. Так вот, Довлатов впервые на такой встрече читал свой первый раз, своё будущее, там, соло на Ундерлоте. Вот на такой встрече в частной квартире было масса народу. Так что это было очень интересно. Вначале все объединялись потом и расползлись, так сказать, по компаниям и по профессиональным интересам. Вы покинули СССР в 1977 году, соответственно, 40-летний юбилей вашей жизни в Америке. Да, в этом году можно будет. Вы как-то внутренне делите своё пребывание в новой стране на какие-то определённые этапы? И вообще, если говорить о личном опыте, если вам хочется им поделиться, вот как менялось ваше отношение к новому месту? Сябка, эмиграция – сложная вещь. В этом я не сомневаюсь. Хотя я сознательно уехала, я хотела уехать. Я была очень счастлива, что я уехала. И всё равно адаптация в чужой стране, тем более, что мы были от мира отрезаны и просто много чего вообще не знали. Вообще приехали, лично я на Запад не представляю себе, что это такое. Адаптация, она вещь довольно сложная. Года три продолжается. Когда я приехала, то мне говорил один мой приятель, который уже давно жил в Америке, что вот три года не выноси никакого осуждения. Не определяй своё отношение к чему-то. Смотри. Хороший совет, кстати, да. Потому что мы должны были от своих понятий, как бы не то, что отрешиться, но увидеть, как они, как на эту тему думают в другой стране, как к ним относятся. Понимаете, были два варианта в нашей эмиграции. Некоторые не захотели адаптироваться, не учили язык. Это в основном пожилые люди. Это для меня настолько удивительно. А как можно ехать в страну с другим языком и не хотеть его изучить? Едти ли? Вот я говорю, это пожилые люди, которые... Мы ведь шли как беженцы. У нас было такое особое положение, немножко непросто, как эмигранты. Поэтому мы сразу получили право на работу, а родители получили пенсию. Которые... И поэтому они могли на неё жить. Я понимаю. То есть выходить за рамки этого комьюнити, которое... Они вообще не планировали, да? Да, они могли не выходить. А тем более, когда появились уже позже русское радио, русское телевидение. Вот все их сведения о том, что происходит в мире, идут через это. Очень необъективно. Но это другое дело. А остальные, наоборот, постарались, естественно, войти в американскую жизнь. Это был наш предел. Мы сюда приехали навсегда. Мы должны были эту страну понять. Мы должны были её полюбить. Мы должны были найти в ней своё место. Вот когда в определённый исторический момент... Ну, это была перестройка, я так думаю, выяснилось, что ваша эмиграция может быть и не навсегда. Да. Вот были какие-то размышления на тему «А может быть назад?» Нет. Нет? Уже не было? Нет. Видите ли, во-первых, это была уже другая страна. Я как-то уже говорила кому-то на этот вопрос отвечала. Знаете, ещё одну эмиграцию. А уже не пережила. Да. А с удовольствием вернулась назад. Я тут же воспользовалась этой возможностью. И в 87-м году я впервые поехала назад в Россию. И с удовольствием езжу сюда. И своими друзьями вижусь. Приобрела новых друзей в этих поездках. А возвращаться нет. Это уже другая страна. Я там уже живу 40 лет. Когда я, знаете, мысленно, чисто гипотетически примеряю на себя идею переезда, допустим, в другую страну, у меня возникает такое главное опасение, возможно, даже страх, того, что в новой стране можно не суметь реализовать себя профессионально, творчески, что ты будешь вынужден для того, чтобы обеспечивать себе жизнь, заниматься не тем, в чём ты видишь своё предназначение. Вот это нечто подобное у вас. Мне кажется, вот для творческих людей это такой важный момент. Я вас понимаю. Понимаете, во-первых, я уже говорила, что мы шли как беженцы, и нам страна помогала сначала идти к гамме, помогала устроиться, помогала определиться. А дальше был выбор. Вот как хотите. Как, знаете, как писал Давлатов, интеллигентные жёны шли работать на фабрику и шли сумочки, а интеллигентные мужья лежали на диване. Ну, это шутка, конечно. Но в некоторых семьях так и было. А в некоторых случаях просто как в моей. Ну, вот так, как я авантюристка, так меня ничего не убегало. И я... Сначала я пошла на такую постоянную работу. Я пошла в фотолабораторию. После того, как нам Ford Foundation дал бесплатные курсы, переучивающие тоже. Нас мы многого не знали. Подыскали нам работу. Я пошла в фотолабораторию. А потом я это бросила. Именно потому, что мне надо было заняться своим архивом и вообще тем, что я хотела делать. И я чего только не делала, чтобы освободить своё время. То есть, чтобы мне не надо было ходить с 9 до 5 на работу. Я чего только не делала. И самое интересное, это я работала в ресторане, ну, то, что называется хозяйкой, если перевести на русский язык, ну, это я никакой хозяйкой не была. Я рассаживала. То есть, вы приветствовали гостей? Да, я сажала их на... Значит, куда были. Это было очень мило, потому что это был ресторанчик Гринч Виллыч. И я работала с пятницы, с пятницы на субботу, с субботы на воскресенье. Это шла вся молодёжь Нью-Йорка через эти Гринч Виллы, через эту улицу, через этот ресторан. А массу интересного там увидела и узнала. Ну, и занималась всякими побочными работами, какие только подворачивались. Меня совершенно это не смущало. Потому что остальное время я занималась своим местом. Так сказать, тем, что я хотела делать через разных знакомых, через Диппочту, всякого было. Я вывезла негативы Барышникова, и я стала их готовить и приводить в порядок. А дальше моя судьба сложилась очень счастливой. Потому что я встретила людей, которым это было интересно. Познакомились с издателем одного крупного американского издательства, и он издал мою книгу «Барышников и Нраши». И это положило начало в общем, конечно, дальнейшему моему пути. И я все время старалась делать то, что я хочу. Но у меня была мама, которая смотрела на это так же, как и я. И она говорила, мы там ели макароны, мы тут будем есть макароны. Но в чем дело? Надо делать книгу. Всем, безусловно, известна ваша большая любовь к балетному искусству. Да. Вы любите драматику, и много фотографировали драматических артистов. Да. Но ведь в Соединенных Штатах, и в частности в Нью-Йорке, существует такое явление, как Бродвей, да, и как известные всему миру американские мюзиклы. Как вот эта культура вам? Бродвейские шоу... Как вы с ней, и она с вами. Ой, нет, я очень люблю бродвейские шоу. Это прелесть. Ой, ну что вы, это прекрасно. И там есть прекрасные спектакли, как спектакли, просто. Вот тот же Лайон Кинг, Король Лев, он прекрасно поставлен. Мне просто удовольствие доставляет сама постановка режиссуры, и выдумки режиссера, и художника. И вообще я видела несколько, очень интересно. Что касается драматического театра, тут сложнее. И когда я приехала, я ходила в такой театр для мамы. Это называется Офф-Офф Бродвей. То есть это такой театр современный. И там идут, в общем, такие современные постановки молодых режиссеров. Они предоставляли им возможность делать всё, что им угодно. То есть некий экспериментальный театр. Да. И там был, я видела совершенно блестящий драматический спектакль «Греческие трагедии» в постановке румынского режиссёра Андрея Сербана. Мы когда-то его видели, он приезжал к нам с румынским театром, потом он уехал на Запад. Дело сейчас я не знаю, тогда он был довольно молодой. И вот эта его постановка шла уже к моему приезду семь лет. И очередь за билетами стояла на улице. Я видела драматические спектакли и снимала вот эти первые «Сербан» не разрешила совершенно тут же и тоже с людьми иногда просто стоит идти разговаривать напрямую, тогда всё немножко проще. Не надо бояться. А потом я стала меньше ходить. И искусство драматического театра в Америке развито намного меньше, чем здесь. Нет стационарных театров набирают на постановку. А балет, конечно, я ходила и хожу. В основном у меня два, две симпатии, так сказать. Американский балетный театр, репертуарный театр, как и в России, но только с большим количеством современных постановок. И наоборот театр Марты Грэм, которая положила начало американскому модернизму. И как ни странно, хотя театр умирает, как правило, после смерти создателя, они выжили. И через некоторое время сейчас даже очень активно функционируют, так сказать, выступают. И я на них хожу всегда, когда они приезжают в Нью-Йорк. Николай, такой энергичный, творческий человек, как вы, я думаю, что не может не иметь впереди каких-то задумок и планов, которые вы собираетесь притворять в ближайшее время. Будут ли они еще каким-то образом связаны с Владивостоком, может быть? Я буду очень рада, если они будут связаны с Владивостоком, но это не от меня зависит. Я так понимаю, что время от времени вы представляете различные выставки ваших работ фактически по всему миру, да? Да, в общем, да, во многих странах у меня были выставки. Ну, вот эта вот выставка, которую сейчас я привезла по приглашению американского консулата, она такая, для меня впервые я представила почти, за исключением нескольких балетных фотографий, только вот этих представителей третьей волны. Поскольку я фотограф, то я хочу, чтобы остались образы этих людей. Насколько мне удалось как бы хоть немножко передать фотографии характер или ну, суть, я не так это громко сказано, но некоторые основные черты это не всегда удается. Иногда получается, иногда нет, но во всяком случае образы этих творческих людей, я надеюсь, они останутся и будут интересны следующим поколениям, конечно. Очень приятно всегда видеть вас в Владивостоке. Обязательно возвращайтесь. Спасибо вам за разговор. Еще приглашайте, приглашайте. Хорошо, спасибо. Спасибо вам. Субтитры создавал DimaTorzok